Автомобиль это 49 года, это серия 1, то есть вообще одна из первых там машин, которая была в регулярном производстве. Мы познакомились с людьми, кто в Англии производит этот товар. Они все очень большие любители Land Rover. И как-то в разговоре мы сказали, что хотели бы купить какой-нибудь винтажный автомобиль. Они сказали, о, мы найдем такой, которого нет ни у кого. Ездить можно только когда тент либо убран полностью, либо убраны вот боковины, потому что когда едешь, нужно отчаянно жестикулировать. Езжу я на работу довольно часто, люди машут, сигналят, приветствуют всячески. Когда вот на нем поездишь, то есть ты понимаешь, почему там даже 40 лет назад, то есть профессия водителя, это была отдельная профессия. В ночь новогоднюю поехал за ней в Питер. Сложно было, конечно, привыкать. Ну, за 700 километров, в принципе, привык и до сих пор вот уже три года наслаждаюсь. Фуры только часто таскаю на МКАДе. Во время снегопадов, когда они вот подняться не могут. Вот это да, это регулярно. Ежедневная машина, соответственно, на работу, с работой и по выходным, по возможности поля-леса. Первый Defender купил в 2008 году. Мне понравился с мягким верхом. Это на 60-летие Defender. Они выпустили ограниченную серию. После этого я понял, что эксплуатировать круглые годичные в нашей стране нельзя. И купил очередной 90-й Defender, тоже ограниченную серию. Называется Fire and Ice. Так как мне немножко не понравилось то, что там происходит, я многие вещи переделал. В том числе и салон, и двигатель, и подвеску, и внешний вид тоже. Это как лего, которое можно собирать. Этим он меня и привлекает. Эти машины либо любят очень сильно, либо продают через тысячу километров. Магия в том, что ты полностью управляешь автомобилем, безо всякой электроники. Полностью в твоих руках контроль и дорога. Дорога.